Всем привет, с вами Виктория Нью. В этом видео продукция от компании Born Pretty, а точнее с их официального сайта с магазина на Алиэкспресс, а также от Born Pretty Amazon. В начале видео коротенькое слайд-шоу тех товаров, о которых в видео я расскажу немного подробнее. Если какой-то из товаров вас заинтересовал, оставайтесь со мной, всем приятного просмотра. В инфобоксе я оставлю ссылочку на товар из трех магазинов, озвученных ранее. Это я сделала для того, чтобы вам было удобнее сориентироваться по цене. Дело в том, что зачастую выгоднее приобретать ту или иную продукцию на платформах Алиэкспресс или Амазон. Но иногда компания Born Pretty на своем официальном сайте проводит большие распродажи. Таким образом, приобретать некоторые продукты становится выгоднее на официальном сайте. В видео будут указаны цены с официального сайта компании Born Pretty. Ну что ж, я приступаю к обзору. И первый товар – это двухсторонняя пилочка для натуральных ногтей. С одной стороны пилочка имеет абразивность 240, с другой стороны – 320 грит. Основа пилочки – многослойный картон. Для нейлмастеров это одноразовый расходный материал. Для личного домашнего использования такая пилочка прослужит дольше. Следующий товар – это формы для наращивания. У меня под номером 4. В пакете 100 штук в работе формы оказались довольно удобными. Для тех, кто любит точную выкладку материала при наращивании, есть специальные разметки как по длине, так и по форме. Но и немаловажную роль в работе с формами имеет клейкая основа. Ушки формы между собой склеиваются очень хорошо, при работе ушки не раскрываются. Это бумажные формы, но в магазинах Born Pretty сейчас появились и пластиковые формы. Следующий товар – это одноразовые лотки для дип-системы. Я заказывала 10 штук, пришли они в целлофановом пакете. Пластик тонкий, пластичный, но одноразовыми данные лотки я назвать не могу, так как сама одним лотком пользовалась уже несколько раз и с ним ничего не случилось. Для создания френча дип-системой данные лотки оказались удобнее, так как они глубже. Но единственный минус – это то, что у них нет крышек, и каждый раз приходится пересыпать пудру обратно в баночку. Следующий товар для нейл-арта – это декоративное украшение для ногтей в виде заклепок. Я заказала золотистые и серебристые размером 0,8 мм. Продавцом заявлено количество примерно 100 штук. Скажу честно, не считала, они мелкие, это как бульонки пересчитать. Между золотистыми и серебристыми заметила существенную разницу. Золотистые не магнитятся, серебристые очень хорошо реагируют на магнит. При этом ни те, ни другие не облазают, и сейчас я хочу заказать такие же размером 1 мм. Следующий товар – это термо-топ для обычных лаков. В топе присутствуют мелкие голографические блёски, во флаконе 6 мл продукта. Флакон упакован в фирменную коробочку, на котором указан состав, меры предосторожности, а также срок годности после вскрытия. Кисточка мягкая, хорошо раскрывается, очень удобная в работе. В данном топе чёрный термопигмент, который при температуре свыше плюс 20 градусов становится серым. Два слоя данного топа, как по мне, обеспечат более контрастный переход с одного цвета в другой. Одного слоя, как по мне, недостаточно. Посмотрим, какой будет эффект от данного топа на тёмном оттенке и на светлом оттенке. В ёмкость я набрала воду примерно плюс 40 градусов по шкале Цельсия. И вот вы сами видите, как чёрный пигмент становится серым. На более тёмных оттенках эффект будет менее заметен. На очень светлых оттенках возможно проявление проплешин при неравномерном нанесении топа. Но при правильном подборе цветов эффект действительно интересный, так как у чёрного пигмента довольно хорошая чувствительность к изменению температуры. Следующий товар – это закалённый топ от Born Pretty. Во флаконе 10 мл. После полимеризации липкий слой не образуется. С данным топом я давно знакома. Это не первый флакон в моём арсенале. Топ средней консистенции. Никаких проблем с покрытием за всё время использования у меня не возникало. Это старая форма выпуска у компании Born Pretty. Тут и объём больше, и цена привлекательней. Ну а следующий топ уже в новом фирменном флаконе. Во флаконе 6 мл. продукта. После полимеризации дисперсионный слой отсутствует. Красивая фирменная коробочка. Не менее симпатичный стеклянный флакон. Оформление, как говорится, замечательное. Но? Но кисточка во флаконе настолько широкая, что мне было неудобно наносить топ даже на ноготок большого пальца. Возможно, это дело привычки, но даже в горлышко флакона данная кисточка с трудом входит. Оба топа легко наносятся. Ими даже можно сделать выравнивание. Но вот с кисточкой в новом флаконе я так и не подружилась. На камеру не очень хорошо видно, но после полимеризации у закалённого топа глянец более выражен. Ну и конечно же я не могла не проверить два этих топа на белой палитре. И тут всё действительно так, как заявляет производитель. После полимеризации ни один топ не пожелтел. Следующий товар, а точнее чёрный гейлак, меня приятно удивил. Данный гейлак из базовой коллекции чистых цветов, которые помимо чёрного представлены белый и красный цвет. Тут также фирменная коробочка, стеклянный флакон, 6 мл продукта и, что немаловажно, удобная мягкая кисточка. Лак отлично самовыравнивается на сегодняшний день, это самый чёрный лак в моей коллекции. Приятно удивила меня не сколько пигментация данного лака, а сколько глянец после полимеризации. Специальной жидкостью снимаю незначительную липкость после полимеризации и посмотрите, каким был глянец, таким он и остался. Даже топом перекрывать не хочется. Теперь пришло время магнитов от компании Bonprety, у меня их три. Данные магниты применяются при создании нейл-дизайнов с использованием магнитных лаков. Тут на держателе два магнита, один прямоугольный, другой круглый. Следующий магнит, а точнее магнитная ручка, более интересна. С одной стороны ручки пять магнитных шариков собраны в цветочек. С другой стороны четыре магниты цилиндра собраны в ряд. Магнитики очень хорошо закреплены на ручке. На данной ручке, так же как и на первом магните, есть логотип компании Bonprety. А вот на следующем магните логотипа компании Bonprety нет. С данным магнитом можно создавать различные блики, и вы сами в этом убедитесь немного позднее. Упакован магнит в целлофановый пакет. В принципе, это пластиковый короб, в котором собрано несколько магнитов. Мы с вами посмотрим на все магниты в действии, но, как я уже сказала, для этого нужны специальные магнитные лаки. И следующий товар – это как раз 3D-хамелеон магнитные гейл-лаки. В данной серии 8 оттенков, у меня под номерами 0,2 и 0,6. И тут также фирменные коробочки, стеклянные флаконы, в которых по 6 мл продукта и удобные кисточки. Уж не знаю, почему мне в топе попала широченная кисточка, наверное, просто очень повезло. Оформление флаконов компании Bonprety нельзя назвать плохим, но то, что в закрытом флаконе определить цвет гейл-лака не предоставляется возможности, на мой взгляд, это минус. Данные гейл-лаки нужно наносить на черную подложку. То на светлой подложке и блик невнятный, и эффект не настолько интересный. А вот на черной подложке раскрывается вся магия магнитных лаков. В принципе, данные гейл-лаки без использования магнита очень красивые, но созданные магнитом блики придают маникюру загадочности. Магнитные частички в данных гейл-лаках очень хорошо реагируют на магнит. Также особенностью данных гейл-лаков является то, что при помощи магнита создается двойной блик разных цветов. Как по мне, это очень красивый эффект. 3D это, конечно, хорошо, но следующий товар у нас 5D магнитный гель. На сегодняшний день у компании Бомприти представлено 6 оттенков в баночках по 5 мл. Баночка герметично запакована, во время транспортировки ничего не пролилось. Данный гель особо не нуждается в черной подложке. На черную подложку вам достаточно будет нанести один слой, без черной подложки два слоя. С 5D-кошкой я буду использовать магнитную ручку, но если честно, не важно, какой магнит вы будете использовать. Блик получается объемным, глубоким, действительно 5D-эффект. Магнитные частички очень шустро реагируют на магнит, а эффект, как по мне, просто потрясающий. С 5D-кошкой мы разобрались, теперь попробуем разобраться с гламурной серией. Продавец на выбор предлагает 10 оттенков, но без черного и серебристого магнитного лака такого эффекта, как на картинке, не добиться. И тут также фирменные коробочки, стеклянные флаконы и удобные кисточки. Что касается серебристого магнитного лака, это плотный гель-лак с большим содержанием магнитных частиц. Все остальные лаки полупрозрачные, это витражные гель-лаки. Цвета яркие, сочные, но, как я уже сказала, это витражные гель-лаки. Даже если нанести их три слоя, все равно ногтевая пластина не перекроется. Тут задумка производителя в другом. Изначально на черную подложку мы наносим серебристый магнитный лак. Создаем интересующий нас блик, полимеризуем и только после этого перекрываем витражными гель-лаками. Пока вы наблюдаете за процессом создания различных бликов, хочу поделиться с вами своим мнением о магнитах. Первый держатель с прямоугольным и круглым магнитом вполне неплохо справляется со своей задачей. Магнитная ручка тоже довольно быстро формирует магнитные частички. Тут хочется обратить ваше внимание на то, что все магниты в двух первых держателях открыты. Соответственно, чем ближе мы подносим магнит, тем лучше реагируют магнитные частички. Таким образом мы можем создать блик с более четкими границами. В третьем держателе все магниты спрятаны внутри, поэтому даже если очень близко подносить магнит, блик все равно получается рассеянным. Конечно, скорее всего, изначально именно так и было задумано. Но, на мой взгляд, если бы с одной стороны держателя магниты были бы открыты, магнитные частички реагировали бы на него лучше. Каждый из трех магнитов создает интересные блики, и ни один магнит заменить другой не может. Теперь пришло время перекрыть полученные результаты витражными гель-лаками. Задумка, конечно, неплохая, но, как по мне, можно просто использовать гель-лак с эффектом кошачий глаз, и результат будет не хуже. А вот если отдельно от этой идеи рассматривать витражные гель-лаки от компании Бомпретти, то тут я могу сказать, что они действительно очень хорошие. Пигмента в них достаточно, причем пигменты яркие и сочные. На белой подложке это очень хорошо видно. С 3D, 5D и даже с гламурной серией мы довольно быстро разобрались, а вот следующий продукт мне не хотелось выпускать из рук практически целый день. И это гель-пластилин с глиттером для создания объемных дизайнов на ноготках. В баночках по 5 мл и на сегодняшний день представлено 12 цветов. Баночки хорошо упакованы, пластилин податливый, полимеризуется в течение 30 секунд в гибридной 48-ваттной лампе. И как тут не вспомнить детство, вот только детализация элементов намного мельче. В баночках цвета гель-пластилина выглядят яркими и насыщенными. Но на самом деле это полупрозрачная масса. Конечно, если взять весь гель-пластилин с баночки и налепить на один ноготок, цвет будет насыщенный. Но чем мельче элемент, тем он более прозрачный. Глиттер в процессе лепки не ощущается, гель-пластилин к пальцам не липнет. В общем, если у вас все хорошо с моторикой рук, вы без проблем сможете создать интересные объемные дизайны. Объемные цветы, объемные камни держатся на ноготках железобетонно. После полимеризации нет липкого слоя. Если вы любите очень объемные инкрустации и страз, с данным материалом вы очень легко разместите стразы и очень надежно закрепите их на ноготках. Когда-то давно я пробовала работать с гель-пластилином. Он очень прилипал к рукам и работать было им совсем неудобно. С данными гель-пластилинами работать мне понравилось. Без особого труда у меня получился вот такой виноград. Следующий в обзоре 9 втирок. Каждая втирка на белой и черной подложке выглядит по-разному. В фирменном пакете аппликатор для нанесения втирки и баночка, в которой 1 грамм продукта. 7 из 9 втирок в баночке по цвету особо не отличаются. Да и если быть честной, то и на белой подложке особой разницы не видно. Втирки под номерами 8 и 9 заметно выделяются из общей массы и в баночке, и на белой подложке их оттенки хорошо видны. Немного увлажнила аппликатор жидкостью для снятия гель-лака и начинаю втирать втирку. И тут на черной подложке втирки раскрываются в полной красе. Я изначально подготовила типсы. Одну половину типсы я перекрыла белым, другую – черным цветом. Затем все типсы перекрыла обычным топом от компании Бомприти, о котором рассказывала немного ранее. Втирки я втираю не на липкий слой и не на теплые типсы, и, как вы сами можете видеть, они замечательно втираются. Пока вы наблюдаете за процессом, хотела бы кое-что уточнить. Все присланные товары мне на обзор я тестирую. На какие-то уходит больше времени, на какие-то меньше. Но в любом случае в своих видео я высказываю свое мнение и делюсь с вами своими впечатлениями о продукции. Прежде чем начать сотрудничать с компанией, я предупреждаю о том, что мое мнение будет независимым, и в видео я буду рассказывать о плюсах и минусах, которые замечу. Поверьте, уже на этом этапе некоторые компании отказываются от своего предложения. Но есть и такие компании, которые уже после обзора, скажем так, обижаются на то, что в своих видео я как-то не очень лестно отозвалась об их продукции. И тут хочу заметить, что компания Бомприти довольно демократична. Недавние их действия меня приятно удивили. Об этом я расскажу немного позднее, а пока возвращаюсь к обзору. И следующий товар – это гель-краски для стемпинга. У меня золотистый и серебристый. В тюбиках по 8 мл на сегодняшний день компания Бомприти представляет 14 цветов. Для того, чтобы протестировать данные гель-краски, нам понадобятся пластины для стемпинга. В данном видео будет представлено 5 пластин, 2 из которых из зимней коллекции 2018 года. Именно эти пластины у разных людей составили неоднозначное мнение о качестве гравировки. Каждая пластина упакована в фирменный конверт пластины 6х12 на подложке. Недаром говорят «Готовь сани летом, уже сейчас данные пластины по очень выгодной цене». На каждой пластине защитная синяя плёнка. Перед применением синюю плёнку нужно обязательно снять. На пластинах Christmas L005 и L002 очень много тонких линий и мелких деталей. С подобными пластинами нужно работать очень быстро, так как обычный лак засыхает почти в два раза быстрее. Для сравнения посмотрите на линии у следующей пластины, думаю, разница очевидна. Следующие две пластины ко дню Святого Валентина L008 и L007. И ещё одна пластина из серии «Морской мир» под номером L001. Тестирование пластин я начну гель красками. Как по мне, краски жидковатые. После того, как с носика тюбика вы снимете защитную фольгу, краска может протекать. Для того, чтобы рисунок не смазался при переносе со штампа на типс, я полимеризую гель-краску в течение пяти секунд в специальной маникюрной лампе. Пигментация у данных гель-лака вполне приличная. И на белой, и на чёрной подложке рисунки видно хорошо. Как по мне, если данные гель-краски были бы гуще, ими было бы комфортнее работать. Гель-краска не так быстро бы скатывалась на прозрачном штампе, и не нужно было бы особо торопиться помещать штампик с рисунком в лампу. Ну а я тем временем плавно перехожу к тестированию тех самых пластин с тонкими линиями. Насколько чётко отпечатываются рисунки, думаю, вы и сами прекрасно видите, как обычными лаками, так и лаками для стемпинга. Тут немаловажную роль играет скорость переноса рисунка. С лаками для стемпинга я стараюсь довольно быстро перенести рисунок, с обычными лаками ещё быстрее. Хочется также отметить, что не все обычные лаки подходят для стемпинга, и это не только из-за пигментации. Сейчас очень много обычных лаков, которые позиционируют себя именно как лаки, которые быстро сохнут на ноготках. Такие лаки для стемпинга не очень хорошо подходят, так как поднятый рисунок на штамп очень тонкий и лак высохнет моментально. Ну а теперь, как и обещала, расскажу о демократичности компании Born Pretty. Не так давно компания Born Pretty обратилась ко многим блогерам с просьбой о тестировании их нового штампика в металлическом держателе. Я подготовила видео, в котором рассказала о плюсах и минусах, мною замеченные. И, судя по комментариям, некоторые девочки воздержались от покупки. Компания Born Pretty с уважением отнеслась к моему мнению и даже разместили мое видео у себя на YouTube-канале. Ссылочку на YouTube-канал компании Born Pretty я также оставлю внизу в описании под видео. В своих видео я не преследую цели навязать вам какой-то товар или же отговорить от покупки. Я делюсь с вами исключительно своими впечатлениями от использования. И в дальнейшем изменять своим принципам я не намерена. Блогеры помогают вам раскрыть все грани того или иного товара, и только вы решаете, нужен ли вам этот товар. Ну что ж, данный обзор подходит к своему логическому завершению. Если вам понравился обзор или я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего! До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!